По всей республике в эти дни открываются ёлочные городки. В Бугульме на центральной площади возле 18-ти метровой зелёной красавицы собрались сотни горожан. Благодаря светодинамическому эффекту ёлка создаёт удивительную праздничную атмосферу. Украсили городок и ледяная крепость, и даже падающие метеориты. Пока взрослые смотрели на выступления артистов, одни дети катались с горок, другие с ветерком на санях, запряжённых лошадьми. Приятным сюрпризом для жителей города стал праздничный салют. В районе замечательно, на площадке очень красиво, всё оформили, душа так и радуется. Всё очень здесь красиво. Удивили ёлочные городки и нижнекамцы. Главная ёлка в этом городу отличается от своих предшественниц. Вместо обычных ламп на ней горит светодиодный дюралайт. Художники украсили площадь снежными фигурами, ледяными скульптурами и замком. Жители и гости города могут увидеть здесь и карету, и олени, и чудо в деревья. А в набережных Челнах на площади Азатлык встречали Деда Мороза из Великого Устюга. Главный зимний волшебник оказался любителем современных средств передвижения. Вместо оленей и упряжки к ребятне его привёз белоснежный лимузин. Помогали зажечь ёлку и создавать новогоднее настроение ещё полтысячи Дедов Морозов. Каждый день к центральной ёлке города приезжают тысячи горожан. А в новогоднюю ночь челницам и гостей города ждёт праздничное представление. Кроме того, впервые в городском бассейне местные дайверы установили ёлку под водой. В Елабуге ёлочный городок украсили десятки сказочных персонажей из снега. Но, пожалуй, самый любимый аттракцион детей – ледяной лабиринт и высокая горка. На открытии центральной городской ёлки дети с удовольствием водили хороводы вместе с Дедом Морозом. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова